Добрый день, дорогие близнецы! Это будет гороскоп для вас на 2019 год. И вначале будет общая информация, затем в этом видео будет уточнение по декадам и в конце, конечно же, любовный гороскоп. Итак, дорогие близнецы, планета удачи, планета радости Юпитер будет гостить в 2019 году в вашем седьмом доме. Это дом супружества, дом партнерства. Здесь собрана вся информация, которая касается нашей семейной жизни и контактов, деловых партнеров. Но также здесь еще информация о судебных делах или об исках, которые грозят нам. И это означает, что в 2019 году это будет прекрасное время для вас, дорогие близнецы, чтобы вы устанавливали и развивали всевозможные партнерские отношения. Постарайтесь в этом году устанавливать много контактов с нужными вами людьми, которые будут готовы прийти к вам на помощь в трудную минуту. В этом году, дорогие близнецы, вы будете постоянно находиться в обществе. И это общество будет относиться к вам особенно благосклонно. Вы можете получить поддержку какого-то влиятельного человека. И он может вам помочь подняться в этом году на еще одну или даже две ступеньки по социальной лестнице. Ну а некоторые близнецы, вы можете начать серьезное строительство вашей карьеры. И эта карьера может быть в области политики или дипломатии. Кто-то из вас в 2019 году с поддержкой Юпитера сможет вывести свой бизнес на новый уровень и начнет сотрудничать с известными зарубежными компаниями. Вообще это будет чудесный период для проведения всякого рода рекламных кампаний, для переговоров, для заключения новых контрактов. Но особенно благоприятным этот год окажется для тех близнецов, которые связаны с выступлениями на сцене, для преподавателей, для тех, кто занимается всякого рода пропагандой. И если у вас, дорогие близнецы, имеются на данный момент какие-то незавершенные судебные процессы, то в этом году у вас появляются очень хорошие шансы на победу с поддержкой Юпитера. Если вы вздумаете вступить в брак в 2019 году, то это будет очень гармоничный и очень счастливый союз, который продлится долгие-долгие годы. Ну а если вы уже находитесь в браке, дорогие близнецы, если у вас есть какие-то ссоры между вами, какие-то трения, то тогда используйте этот год для того, чтобы нормализировать ваши отношения. И Юпитер в седьмом доме, он подарит вам для этого все возможности. Сатурн. Кармическая планета. Планета кармического урока будет в течение 2019 года находиться в вашем восьмом доме. Восьмой дом – это область наследства, страхов, а также экстремальных ситуаций. И восьмой дом, он отвечает за наше финансовое положение, за страховки, наследство, за сексуальную активность и различные экстремальные ситуации. И вот кто-то из вас, дорогие близнецы, в 2019 году может оказаться вовлеченным в какие-то экстремальные ситуации. Например, кто-то может заниматься спасением людей во время катастроф. Возможно, это будет вашей работой. Но все-таки вам в 2019 году следует соблюдать особенную осторожность. И без особой необходимости я хочу вас предупредить – не участвуйте в подобных событиях. И вообще будьте внимательны. Избегайте экстремальных ситуаций. Если вы, дорогие близнецы, сумеете в 2019 году удержаться в рамках закона в бизнесе, то в вашем бизнесе все будет в порядке, хотя придется много работать. В этом году можно не ожидать каких-то заоблачных прибылей, но все-таки вы всегда получите то, что заработали честным трудом. Сатурн, он является, хотя очень строгим, но он справедливый учитель. Поэтому постарайтесь не участвовать ни в каких авантюрах, не берите кредиты в этом году. И, конечно же, избегайте сомнительных предложений по инвестированию. Вкладывайте деньги только туда, где вы абсолютно уверены, что вы получите свои деньги хотя бы и под небольшой процент. Работайте только с проверенными партнерами. Ура! Планета неожиданностей, планета сюрпризов, планета свободы. Она в течение всего 2019 года будет в вашем 12-м доме. 12-й дом – это область тайных врагов, ограничений. Здесь хранится вся информация о нашей скрытой стороне, нашей жизни, о тайнах, о загадках, с которыми вам предстоит столкнуться. Также здесь информация о безработице, о бездеятельности. И уран – это планета свободы. Поэтому он, конечно же, себя будет чувствовать в 12-м доме не очень уютно. Потому что это две противоположно направленные энергетики. И, проходя через 12-й дом, уран, конечно, вскроет все, что вы, дорогие близнецы, прятали глубоко внутри и о чем вы не хотели сообщать этому миру. В этом есть свои определенные плюсы. Потому что именно в 2019 году у вас, наконец-то, появится возможность реализовать свои тайные желания, ну или хотя бы какую-то часть из них. А также вы сможете при поддержке урана избавиться от страхов, которые вы до сих пор не хотели признавать даже самим себе. Также уран позволит узнать некоторые тайны, которые связаны с вашей жизнью или с жизнью ваших близких людей. И разоблачит многих ваших тайных врагов, извините. В 2019 году некоторые из вас будут обращаться к своему прошлому. И вам придется это сделать. Уран заставит вас расплатиться по каким-то неоплаченным счетам из вашего прошлого. Без этого, дорогие близнецы, вы не сможете двигаться дальше. Поэтому не удивляйтесь, если в этом году вдруг в вашей жизни появятся люди, о которых вы, возможно, даже уже и забыли. Вам просто нужно будет каким-то способом вернуть этим людям неоплаченные долги или исправить какие-то свои прошлые ошибки. И это хорошо, дорогие близнецы. Фактически судьба просто подарит вам еще один шанс. Пользуйтесь этим. Нептун будет находиться в вашем 10-м доме. 10-й дом – это наши успехи, карьера, дом статуса. И Нептун, он может сделать вас необычайно удачливыми в профессиональной сфере. Вы сможете добиться замечательных успехов в карьере, на вашей работе, получить признание общества и вообще стать популярными и знаменитыми. Нептун в 10-м доме, он очень благоприятен для того, чтобы вы могли притворить в жизни сейчас, например, какие-то свои давние мечты. Кто-то из вас может перевести свое хобби на профессиональные рельсы поставить и сейчас сделать его основной работой и даже добиться потрясающего успеха. Но даже в том случае, если сейчас вы еще пока не готовы к каким-то кардинальным переменам в своей профессии, в своей работе, то все равно здесь можно ожидать каких-то изменений. Например, на вашей работе может произойти смена руководства. Или кому-то из вас могут предложить занять новую должность. Или просто ваше предприятие окажется закрыто, расформировано. Либо, наряду с вашей основной работой, дорогие близнецы, вам могут предложить заняться какой-то еще работой, которая принесет вам значительный успех. Но при Нептуне нужно быть внимательными. Нептун, он напускает туман. Поэтому многие из вас могут не заметить, как вы окажетесь втянуты в конфликт с законом или вступите в конфронтацию с руководством. Поэтому будьте внимательны. И хуже всего, что в этот период бывает очень сложно нам разобраться, где же наши друзья, а где наши враги. И вы, дорогие близнецы, сами можете сознательно тоже использовать в этом году в своей работе не совсем честные методы. И будете хранить это в тайне. Но даже в том случае, если вы сумеете добиться желаемого, то в конечном итоге, когда Нептун рассеется, его туман рассеется, все тайное все равно станет явным. И вот тогда неминуемо наступит расплата за то, что вы сделали. Поэтому используйте только честные методы. В 2019 году управитель серьезных изменений в жизни – это Плутон. Он будет находиться также в вашем восьмом доме и составит компанию здесь Сатурн. И вот такое положение Плутона можно назвать переломным этапом в вашей жизни, когда ваша жизнь разделяется как бы на две части – до этого и после этого. Во всяком случае, Плутон принесет сюда какие-то кардинальные перемены. И эти перемены для кого-то из вас могут оказаться болезненными. Плутон часто наделяет людей еще одним необъяснимым даром. И если в вашем гороскопе отсутствуют негативные аспекты, то Плутон может вам подарить фактически неуязвимость, когда вы можете получить дар выживания в любой экстремальной ситуации и в любой катастрофе. Далее. Восходящий северный узел Раху будет в 2019 году находиться в вашем втором доме. А это дом денег, дом имущества. А нисходящий южный лунный узел Кету будет находиться опять же в вашем восьмом доме, о котором мы уже с вами много говорили. И вот это и будет главное направление вашей судьбы в 2019 году. Это, конечно, означает, что вам особенно важно в этом году будет научиться самостоятельно зарабатывать деньги. большое значение для вас будет иметь работа или какое-то занятие, которое будет приносить вам доход. Кроме этого, вам нужно будет обеспечить себе какой-то определенный запас на ваше будущее. Например, вкладывайте деньги в недвижимость. И, конечно же, наслаждайтесь тем комфортом, который могут дать вам ваши деньги. Но относитесь к ним, дорогие близнецы, с любовью, с уважением. Тяните их, и тогда деньги ответят вам тем же. А вот чего не следует делать вам в 2019 году, так это пытаться жить за чужой счет. Не перекладывайте свои проблемы на других. И, конечно, не пытайтесь отлынивать от работы, не пытайтесь получить доходы каким-то нечестным образом. Тем более, дорогие близнецы, используя для этой цели секс. Не следует также с презрением относиться ко всему материальному, ко всему насущему и ставить превыше всего ложно понимаемую духовность. Ну а теперь, дорогие близнецы, уточнение по декадам. Близнецы, которые рождены с 21 мая по 31 мая. Это информация для вашей декады. Период с 21 января по 1 июля 2019 года. Лунное затмение, которое произойдет 21 января, принесет вам ощущение гармонии, удовлетворенности жизнью. Это затмение хорошо для того, чтобы вы могли разобраться в каких-то своих недавних проблемах, которые произошли в личных отношениях. Потому что сейчас вы сможете посмотреть на них по-другому со стороны своего партнера. И в ваших интимных отношениях также может наступить необычайное эмоциональное единение. Это время, когда вы будете очень хорошо с партнером понимать друг друга и относиться к друг другу с уважением. Но для кого-то это лунное затмение может повлечь за собой какие-то неожиданные события. И это могут быть какие-то новости для вас. Период со 2 июля по 25 декабря 2019 года. Солнечное затмение, которое произошло 2 июля, окажет на этот период на вас положительное, положительное, хотя не очень заметное для кого-то воздействие. Это время поможет вам сделать, пусть хоть небольшие, но очень важные для вас шаги, для того, чтобы вы могли достичь какого-то успеха в своей работе, в своей карьере. А еще это солнечное затмение принесет с собой хорошее состояние здоровья для вас, уважения окружающих и улучшения вашего материального положения. Это будет идеальный период. Наслаждайтесь этим временем, проводите больше времени с друзьями, со своей семьей. И если вы были в ссоре или у вас были какие-то конфликты, то вот это прекрасный период, чтобы сейчас вы могли договориться, найти компромисс и помириться. И, конечно, в это время вы сможете реализовать свои мечты благодаря вашей усердной работе и терпению. В период с 7 по 20 июля Меркурий будет ретрограден в секстиле. И вот это может повлечь за собой какие-то неожиданные встречи с людьми из вашего прошлого. Конечно, неплохо встретиться со старыми друзьями или с бывшими любовниками, но помните о том, что сейчас они могут усложнить вашу жизнь. Вы сами можете предаваться воспоминаниям, но вот новые люди, с которыми вы познакомитесь в это время, они тоже могут быть людьми из вашего прошлого. Все ситуации с деловыми переговорами сейчас будут в состоянии непрерывного изменения. При ретроградном Меркурии все время будет что-то происходить, что-то будет отменяться, перекладываться. Вам будет не хватать каких-то важных деталей, а другая сторона может оказаться не слишком надежной или честной. Будьте внимательны в этот период. Период с 7 по 23 декабря 2019 года Юпитер будет находиться в Трине Курану. И это принесет вам счастливые случайности, тут могут быть увлекательные происшествия для кого-то. Это очень хорошее время, чтобы сейчас вы рискнули и попробовали для себя что-то новое, непривычное. Можете смело рисковать, вы будете оптимистично настроены, вы будете надеяться на успех, и вы его можете получить. У вас появится дополнительная свобода в это время. Вы сможете немножко раздвинуть свои границы, исследовать какую-то новую территорию. И особенно этот транзит хорош для тех, кто хочет каких-то перемен в своей жизни. Вот сейчас вы можете решиться что-то поменять, смело делайте это, смело меняйте. Близнецы, рожденные с 1 по 11 июня, это информация для вашей декабря. Уже с января 2017 года по март 2021 года из находящегося в квадрате Нептуна, вот именно вы, дорогие близнецы, приблизительно в течение 18 месяцев, в зависимости от вашей даты рождения, вы можете себя чувствовать так, словно вы заблудились и окончательно сбились с пути. Вы можете сомневаться в своих целях, в своих делах и вообще не понимать, что же вы хотите от жизни. Это Нептун, он заставляет вас немножко блуждать в тумане, он напускает этот туман. И это, конечно, может ослабить ваши амбиции, у вас может оказаться меньше энергии, меньше энтузиазма. И это именно для вас, дорогие близнецы, возрастает опасность обмана, предательства. Будьте внимательны, и особенно если вам уже давно кажется, что ваши отношения слишком хороши для того, чтобы оказаться правдой. В этот период вы можете совершить религиозное или какое-то духовное паломничество. Ну, а кто-то просто будет искать свое предназначение в этой жизни. И наиболее сильно в 2019 году вот этот транзит Нептуна будут ощущать те близнецы, которые родились в период с 4 по 9 июня. В период с 20 декабря по 18 февраля 2019 года находящийся в оппозиции Юпитер может вызвать проявление какого-то нехорошего поведения в вас. Например, вы можете испытывать жадность. И если вы будете зациклены на этом, если вы будете обращать слишком много внимания на материальные ценности, то это время, когда вы можете перетерпеть банкротство в моральном плане. Все ваши старания получить больше, чем вам действительно необходимо, они могут затронуть интересы других людей и поэтому могут вызвать какие-то определенные трудности в ваших отношениях. Так вот, дорогие близнецы, старайтесь не ожидать слишком многого от других людей, если вы сами не готовы дать им то, в чем они нуждаются. 10 апреля Юпитер становится ретроградным, а это означает, что у вас в этом году будет еще один подобный транзит Юпитера со 2 июня по 16 октября 2019 года. Следующий период с 8 января по 4 марта 2019 года Сатурн будет находиться в секстиле к Нептуну. И вот какое-то духовное занятие может вам в этот период принести значительную материальную выгоду. Но помните, для того, чтобы ваши мечты осуществились, в этот период вам необходимо сочетать свою упорную работу и очень реалистично подходить к жизни. Вероятно, что сейчас вы можете понять, в чем вам следует себя ограничить. Однако, этот период у вас будет очень хороший, радостный и оптимистичный настрой. С 14 мая до 18 июля 2019 года Сатурн будет находиться в секстиле с Нептоном. И оказав кому-то практическую помощь в это время, дорогие близнецы, или какую-то моральную поддержку, если вы сможете вдохновить какого-то человека, то вы сможете помочь сейчас этому человеку осуществить его мечту. Если вы будете мечтать, медитировать, то сейчас вы можете сделать свою духовную жизнь частью своей повседневной реальности. Это очень хорошее время для того, чтобы совершать какие-то паломничества, как молиться, совершать какие-то ритуалы между вашими повседневными и рутинными занятиями. Период со 2 июня по 16 октября 2019 года Юпитер находится в оппозиции, и он снова может принести улучшение вашего благосостояния, материальный успех вам. Но если вы, дорогие близнецы, не обратитесь к своему внутреннему миру, не заглянете внутрь себя, не найдете удовлетворения в вещах, которые вы можете получить совершенно бесплатно от Юпитера, то возможно, что этот период принесет кому-то из вас разочарование. Если в ваших личных отношениях вы, возможно, были излишне оптимистичны или, наоборот, проявляли какую-то жадность, то сейчас вы можете получить сигналы о том, что вам нужно уделять больше внимания своему партнеру, его желаниям. И этот транзит Юпитера, он не принесет вам серьезных проблем. Скорее всего, он может быть переломным моментом, который заставит вас задуматься над тем, что у вас есть и что необходимо сделать для того, чтобы вы действительно обрели свое счастье. В период со 2 по 30 июня Юпитер снова будет находиться в квадрате к Нептуну. И это, конечно, предупреждает вас о том, что не следует быть чрезмерно оптимистичными. В действительности все ваши деньги, все ваши материальные ресурсы, они вовсе не находятся в полной безопасности сейчас, так как вы, возможно, думаете об этом. Вам сейчас нужно отказаться от азартных игр на деньги, от риска, от использования наркотиков и, конечно, опасайтесь в это время каких-то ложных учителей, гуру, ну а также всевозможных сомнительных схем для быстрого обогащения. С 5 сентября по 5 октября Юпитер снова находится в квадрате к Нептуну в третий и последний раз. И не удивляйтесь, дорогие близнецы, если во время этого периода вы можете испытывать какие-то подозрения, даже чрезмерно быть подозрительными. Возможно, эти подозрения будут доходить для кого-то до паранойи. Что же, прислушивайтесь к советам близких людей и членов вашей семьи в это время. В период с 13 октября по 30 ноября Сатурн будет находиться в секстиле к Нептуну в третий и последний раз. И вот в этот период вы можете неожиданно для себя присоединиться к какой-то группе или вступить в клуб по интересам для общения с людьми, которые разделяют ваши ценности. И сюда могут входить и церкви, и любые религиозные или какие-то духовные, социальные организации. Также многие из вас в этот период могут найти для себя новый дом, о котором вы давно мечтали, дорогие близнецы. Близнецы, рожденные с 12 по 21 июня, это информация для вашей декады. Период с марта 2018 года по март 2019 года секстиль урана по отношению к вашей декаде будет воздействовать, но только на тех близнецов, которые родились 19 и 20 июня. Вот вы будете ощущать это влияние в течение первых трех месяцев 2019 года. Наверное, большинство из вас уже заметили какие-то перемены в своей жизни. Возможно, что вам на работе предложат какую-то новую должность, и вы совершите скачок по карьерной лестнице, или, по крайней мере, это вызовет какие-то долгожданные изменения в вашем положении, на вашей работе. Те, кто из вас ищут работу, они могут неожиданно для себя добиться в это время значительного успеха. Такого успеха, на который вы даже не могли рассчитывать. Период с 21 января по 1 июля лунное затмение, которое произойдет 21 января, принесет вам положительное воздействие. Возможно, вы его не слишком заметите, но оно обязательно будет положительным в вашей жизни. Медленно, но верно. Оно позволит вам улучшать ситуации, которые складываются и в вашем доме, и в вашей семейной жизни. Сейчас вы можете завести для себя какое-то полезное знакомство. И вот эти отношения с этим человеком, они будут основываться прежде всего, но на взаимоуважении и на общности ваших интересов. И, конечно, это лунное затмение может привлечь в жизнь абсолютно всех людей и неожиданные события, и неожиданные новости. Но для того, чтобы вы могли использовать предоставляющиеся вам возможности в собственных интересах и продвигаться вперед, вам понадобится в это время много терпения. С 11 февраля до 10 июня, этот период, Юпитер находится в оппозиции, и он может вызвать проявление какого-то абсолютно нежелательного поведения. Тут это может быть, например, жадность для кого-то. И если вы будете слишком зациклены на это, если вы будете зациклены на накопление денег, то вы можете достичь банкротства, но это банкротство будет в моральном плане. Все ваши старания получить больше, чем вам нужно на жизнь, они затронут интересы других людей, и вот это может вызвать какие-то трудности в ваших отношениях. 10 апреля Юпитер становится ретроградным, а это означает, что у вас в этом году будет еще один подобный транзит планеты с 10 октября по 5 декабря. Период с 16 июля по 25 декабря. Лунное затмение, которое произойдет 16 июля, предупреждает вас, что в ответ на все обстоятельства, которые будут меняться, вам придется внести изменения в свою семейную жизнь или в свою домашнюю жизнь. В ваших интимных отношениях, дорогие близнецы, могут отмечаться колебания настроения, какое-то беспокойство. И вот чтобы сделать их гармоничными, чтобы они оставались гармоничными, вам будет необходимо проявлять гибкость. Это будет также очень сильное лунное затмение, которое может принести какие-то конфликты. Интенсивные эмоциональные реакции или борьба за власть в это время, они тоже могут привести к кризису вас. Но также это лунное затмение принесет с собой надежду на то, что и сочувствие, и понимание того, что происходит вокруг вас, они приведут обязательно вас к положительным изменениям в вашей жизни. С 10 октября по 5 декабря Юпитер находится в оппозиции и снова принесет улучшение вашего благосостояния и материальный успех. Пользуйтесь этим периодом. Постарайтесь развить в себе какое-то философское мышление и более внимательно в это время присматривайтесь к своим духовным перспективам. Если в личных отношениях до этого вы, возможно, все видели в радужном свете, были слишком оптимистичны или проявляли шатность, то сейчас вы можете увидеть первые сигналы о том, что пора уже уделить больше внимания вашему партнеру. Впрочем, этот транзит Юпитера он не принесет вам серьезных проблем, но он может быть переломным моментом, который заставит многих из вас задуматься над этим, что же необходимо вам сделать для того, чтобы вы обрели действительно свое счастье. Ну а теперь любовный гороскоп для всех близнецов. Юпитер и Марс уже в новогодний период выстраиваются так, что это для вас, дорогие близнецы, обещает год выстраивания гармонии в вашей семье. Этот аспект внесет в вашу жизнь очень хорошие условия для создания семейного дома, семьи, для покупки квартир или дома и для приобретения недвижимости. Итак, давайте посмотрим, какие же благоприятные аспекты несет в вашу жизнь Венера и Марс в 2019 году. С 1 по 26 марта Венера будет находиться в знаке Водолея. И это период, когда возможны внезапные встречи, внезапные знакомства. И тут вообще эти знакомства и эти встречи, они могут носить какой-то непредсказуемый, авангардный характер отношений. Вы можете менять свой имидж, свой стиль, но все завершится слишком быстро. Когда Венера находится в Водолее, эти отношения, они не могут продолжаться слишком долго. Все протекает слишком быстро, а слишком яркий костер любви, он, конечно же, быстро сгорает. В период с 20 апреля по 15 мая Венера будет двигаться в Овне. И вот, конечно же, это период весны. Сейчас в этот период женщины почувствуют себя амазонками, но это не самый естественный стиль отношений в эру Водолея. Поэтому женское лидерство сейчас не приветствуется. Эра Водолея – это эра равноправных отношений в любви. И не нужно об этом забывать, дорогие близнецы. Поэтому контролируйте в это время и себя, и свои эмоции, и ведите себя подобающе. С 9 июня по 3 июля Венера будет находиться в вашем знаке. Вот это самый лучший период, самый оптимальный период для того, чтобы вы создали отношения. И эти отношения, они будут обязательно прочными, долгими отношениями. В это время практически все будет находиться и зависеть только от вас, дорогие близнецы. Вы можете контролировать абсолютно все в этот период. И расписание ваших свиданий, и как они будут проходить, и с кем они будут проходить. Поэтому пользуйтесь этим периодом. В период с 28 июля по 21 августа 2019 года Венера в транзите по знаку Льва. И это время отпусков. Ну а отпуск – это очень опасное время для вашего знака в этом году. Вы сами будете настроены на переключения, дорогие близнецы. А если у вас уже есть надежные, прочные отношения, или у вас есть семья, то, конечно же, курортный роман в это время он может все разрушить. Поэтому не забывайте об этом. Думайте, прежде чем вы совершаете такие шаги. И Венера в это время, она посылает для кого-то интригу новой любви. Например, для тех близнецов, кто одинок, и это прекрасное время. Но вот для тех, кто находится в длительных отношениях, этот период, он таит в себе коварный подвох. Будьте внимательны. С 14 сентября по 8 октября Венера будет проходить по знаку Весы. Венера – планета любви. И вот отношения, которые будут создаваться в этот период, знакомства в этот период, они будут носить только какой-то договорный, очень прагматический характер. Здесь будут реальный расчет. Конечно, здесь будут и чувства, но реальный расчет все-таки он будет преобладать над чувствами. С 20 декабря 2019 года Венера вновь будет двигаться по знаку Водолея. А это предновогоднее время. И вот этот период, он будет незабываемым. Вас тут ожидают яркие знакомства, яркие встречи, и возможно, что это произойдет в новогоднюю ночь. С 1 января по 14 февраля 2019 года Марс будет находиться в знаке Овна, и это принесет какую-то экспрессию ваши отношения. Неожиданно ваш друг может признаться вам в любви в этот период. И тогда только вы будете решать, дорогие близнецы, что же для вас лучше – сохранять дружбу или принять любовь вашего друга. С 31 марта по 16 мая Марс будет находиться в вашем знаке, и это будет очень положительно влиять на ваши отношения, на вашу любовь. Все отношения, которые вы создадите в это время, все знакомства, они будут направлены на дальние цели, на дальние задачи, на долгое время. И если вы образуете пару в это время, в этот период, то в вашей паре будет очень хорошо развиваться совместный бизнес. Вы вместе будете над ним работать, вместе можете заниматься предпринимательской деятельностью, а еще вы можете занять лидерскую роль в таких отношениях. Но все-таки постарайтесь сохранять равновесие. Ну, а теперь поговорим о тех негативных периодах, о которых тоже нужно знать. Итак, 7 января по 4 февраля Венера в знаке стрельца. И это выход на новый уровень ваших отношений. И вот из-за этого в парах возможны конфликтные. Могут быть разные конфликтные ситуации, и они могут быть по разным вопросам. И такие ситуации, они могут возникать, например, у введения совместных финансов, и, например, как вы ведете свой быть, свое хозяйство в вашей семье. Поэтому лучше в это время, даже перед этим, дорогие близнецы, составляйте смету своих доходов и расходов, и контролируйте все. Период с 26 марта по 20 апреля. Венера в знаке рыб. И это период, когда возникают спонтанные знакомства, когда отношения, они могут быть очень запутанными, непонятными. И, конечно же, такой характер встреч и отношений, он будет напрягать вас. Потому что вы не склонны к путанице в ваших отношениях. Такие отношения, они разрушительны для всех, поэтому они быстро завершатся. Помните об этом, и возможно, что в этот период не создавайте новые отношения. В период с 21 августа по 4 сентября Венера будет находиться в знаке Девы, в квадратуре к вашему знаку, дорогие близнецы. И вот это будет конфликтный период. Он будет сложным. И даже в самых устойчивых отношениях в это время могут возникать конфликты. Это время летних отпусков. И конфликты, конечно, могут быть вызваны просто усталостью или какими-то рабочими проблемами, которые вы не успели решить перед отпуском. А также у многих могут быть проблемы, которые будут связаны с вопросами ваших детей, с вашими детьми. Период с 8 октября по 1 ноября Венера будет в знаке Скорпиона. Опять же, период повышенной конфликтности. Тут могут быть критические, эстетические кризисы в отношениях, кризисы в любви. Поэтому в это время мы лучше не выясняем отношения, не предъявляем друг другу какие-то претензии. Потому что сейчас, в это время, возможно все. Вплоть до разрыва отношений. Берегите друг друга. Период с 18 августа по 4 октября Марс будет в знаке Деви. А это напряженное влияние на ваш знак. Тут будет много мелких бытовых вопросов, которые могут вызвать конфликт между вашими, вами и вашим партнером. Марс, он подарит вам такую повышенную раздражительность. И, конечно, эта раздражительность, она не лучший советчик. Поэтому контролируйте себя, не поддавайтесь на какие-то провокации, не слушайте сплетни. И вообще доверяйте своему сердцу и прислушивайтесь к своей интуиции. Юпитер в 2019 году будет в знаке Стрельца. И это, конечно, означает для вас активное сотрудничество с вашим партнером. В этом году вы должны этим пользоваться. Конечно же, я буду напоминать о всех этих периодах подробно в ежемесячных гороскопах. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. И берегите себя, дорогие близнецы, берегите ваши отношения. И удачи вам в новом 2019 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!